Радио Баба Клава. Будет очень интересно. Всем привет! Вторник, 3 августа уже на календаре. Можно было бы сказать, что дело постепенно близится к осени, но у нас с вами есть еще целый месяц в запасе для того, чтобы насладиться солнцем, теплом, каникулами и вкусным атрибутом августа – арбузом. Кстати, сегодня отмечается День Арбуза, который празднуется во всем мире. Вы слушаете Радио Баба Клава. В ближайшее время с вами буду я, Данута Хусня. Как всегда, поделюсь порцией новостей и надеюсь хорошим настроением, несмотря ни на что. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под данным видео. В начале выпуска вас ждут интересные, важные и свежие события нашей страны и не только. Короткие новости днища, как обычно, последуют за ними. И ближе к концу нашего выпуска познакомлю вас с курьезными новостями, которые появились в мире за последнее время. И прежде чем я начну знакомить вас с новостями, я хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые после выхода последней Баба Клавы оказали помощь моему каналу. Это Евгений, Наталья, Ян Эм, Слава, Виталтас, Артем, Николай, Егор, Восятка и Владимир. Еще раз спасибо вам, ребятам. Ценю поддержку каждого из вас. Итак, новости. Польша предложила помощь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую отстранили от Олимпиады и попытались вывезти из Токио после критики руководства сборной. Кстати, информация о том, что спортсменка обратилась за политическим убежищем, не подтвердилась. Ей уже выдали гуманитарную визу. Замминистра иностранных дел Польши рассказал, что страна готова принять у себя белорусскую спортсменку. Цитата. Где вторая буква О, а последняя У. Можно было бы сказать в гору, но не в этом случае. В Минск стартовали рейсы еще из трех городов Ирака. Сулеймани, Барсы и Эрбиля. Рейсы выполняет иракская национальная авиакомпания Ираки Эйрвейс. Кроме того, из Багдада в Минск летают авиакомпании. Вышеупомянутая Ираки Эйрвейс четыре раза в неделю и Флай Багдад дважды в неделю. Напомню, с начала года на литовско-белорусской границе задержаны более трех тысяч нелегалов из Азии и Африки, что почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая Лукашенко прямо заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток мигрантов, поскольку Евросоюз ввел экономические санкции против Беларуси. В ответ МИД Литвы предупредил официальный Минск, что Беларусь ждут новые санкции, если поток нелегальных мигрантов не прекратится. За поддержку Беларуси со стороны Европы, безусловно, спасибо. Либо санкции потиху свою работу делают, хотя бы потому, что мне порой пишут боты в соцсетях и слезно просят сделать обращение и на своем канале, и пойти дальше по СМИ заявлять о том, что санкции – это зло для простых беларусов. Что санкции не болезненны для верхушки власти, а вот по рабочему классу бьют больно. Как бы там ни было, санкции санкциями, но конечное слово останется за народом Беларуси. Поэтому в который раз напоминаю вам о том, что нужно присоединяться к плану перомога от байпола и ситуационно-аналитического центра. Это абсолютно безопасно и, что самое главное, действенно. Утром 2 августа глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку. Дома не обнаружено его спортивных вещей и не вернулся. Больше на связи он не выходил. Коллеги Виталия прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов пропавшего не обнаружили. Полиция также была уведомлена. На место выезжал кинолог. Провелись поиски, но пока безрезультатные. Надеемся на то, что Виталий Шишов скоро найдется. И мы, белорусы, в свою очередь призываем украинские власти принять активное участие в поисках. Некоторые учебные заведения объявили о повышении стоимости обучения с 1 сентября. Министр образования Игорь Кропенко пояснил, почему вырастет стоимость платного обучения в высших учебных заведениях. Здесь надо понимать, что последнее повышение было у нас в марте 2020 года. За этот период, с 1 января 2021 года, увеличилась базовая ставка, увеличилась минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги. Естественно, повышение в пределах 10% – это обоснованная цифра, которая просчитана и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования. Надо подчеркнуть, что в этом году мы набираем на бюджет порядка 29 тысяч человек по системе высшего образования и оставшаяся часть от почти 55 тысяч всех, кого мы набираем в систему высшего образования – это студенты, которые будут набираться на платной основе. Так чего же Карпенко рассказал только о той цифре и только о тех студентах, которых наберут в этом году на первый курс? Пусть расскажет, что в белорусских вузах обучается как минимум 260 тысяч студентов. В стране 51 учреждение высшего образования, 33 университета, 10 академий, 8 институтов, в том числе 42 государственных вуза, находящихся в подчинении 12 министерств и ведомств, а также 9 вузов частной формы собственности. Средняя стоимость обучения в год составляет от 3 до 4,5 тысяч белорусских рублей. По 10% с этой суммы до с каждого человека превращаются в очень выверенную цифру для поддержания штанов красавцев, но точно и вузов. Давайте расскажу, как еще Лукашенко наживается на студентах. Почти 500 тысяч рублей взыскали с начала года с выпускников Брестской области, которой не отработали распределение. Прошу заметить, только с Брестской области. За полгода прокуроры подали к выпускникам 110 исков. Те из них, которые уже успели рассмотреть суды, удовлетворены в полном объеме. Вступившие в силу решения редко исполнялись в добровольном порядке, отмечает прокуратура. Приходилось инициировать взыскание средств в принудительном порядке. Цитата. Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами. Дополнили в прокуратуре. Это же насколько нужно предлагать ужасные условия отработки, что пока еще не работающие молодые специалисты выбирают оплатить огромный штраф, нежели согласиться на эти условия. Ну а что, поехали бы. Мало того, что усовершенствовали бы навыки по своей специальности, так еще бы хвосты коров научились крутить. Ведь этот самый востребованный навык в современной IT-стране. Что же еще происходит в IT-стране? А вот что. Трое жителей Шарковщинского района в Витебской области обвиняются в краже водонапорной башни высотой с трехэтажку. На днях в милицию позвонил начальник участка ОАО Жверанка и сообщил, что вблизи деревни речки кто-то похитил неэксплуатируемую 10-метровую водонапорную башню, которая находилась на балансе хозяйства. Выяснилось, что кражи причастны трое мужчин 32, 45 и 47 лет. Газовым резаком они разрезали башню на части и отнесли в пункт приема лома черных и цветных металлов. Часть похищенного изъята, сумма ущерба составляет 958 рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за групповую кражу. Им грозит до 4 лет лишения свободы. Наверное, мужики придерживались принципа «тихо стырил и ушел» называется «нашел». Но тихо, как видим, не получилось. Совсем другие чувства, безусловно, вызывают новости о политических преступниках. Преступниках, естественно, в кавычках. 50-летнего журналиста сайта «Перший регион» Престская область Сергея Гордеевича приговорили к полутора годам колонии в условиях общего режима за оскорбление Лукашенко и за клевету на него, а также за оскорбление двух милиционеров в чате одного из телеграм-каналов. Решение вчера вынес судья Ивановского района Геннадий Кудласевич. Кроме того, суд полностью удовлетворил иски потерпевших милиционеров о взыскании по 2000 рублей морального вреда каждому. Также взысканно госпошлиным 174 рубля. Мобильный телефон Гордеевича конфискован в собственность государства. Также арест на телефон, системный блок, фотоаппарат и автомобиль не был отменен. Кстати, вынесение приговора откладывали дважды, в том числе и потому, что подсудимый терял сознание. Постыдно в этом нет ничего. Лучше мужчине потерять сознание, чем совесть. К новостям днища переходим прямо сейчас. Радио Баба Клава. Новости днища. Итак, новости днища. В Министерстве экономики заявили, что к 2025 году зарплата в Беларуси вырастет в полтора-два раза. В белорусских школах установят дополнительные видеокамеры, информация с которых будет поступать в базу данных МВД. В Академии наук Беларуси заявили, что создали прототип вакцины от коронавируса. Мэр Бавруйска рассказал о том, что Белшина выходит на рынок Северной Кореи. Белорусская православная церковь разрешит священникам получать дополнительное педагогическое образование. Это поможет решить проблему нехватки кадров в школах и заняться духовно-патриотическим воспитанием. Чемпион мира по тяжелой атлетике из Беларуси не смог выполнить в Токио ни одной успешной попытки в толчке. Национальный банк прогнозирует инфляцию 9% в этом году. В Беларуси предлагается принять дополнительные меры по повышению престижа срочной военной службы. Министр информации заявил, что свобода слова и СМИ в Беларуси не будет нарушена. Ну и давайте теперь посмотрим, что же интересного произошло в мире за последние дни. Переходим к курьезным новостям. В Нигерии христианский проповедник призвал прихожан пожертвовать деньги на подкуп ангелов. Речь пастора была полностью посвящена сбору средств для церкви. По его словам, деньги нужны, чтобы дать взятку ангелам, которые распределяют Божьи благодать. Есть только один способ для того, чтобы моя благодать сработала и для вас. Вам нужно прийти и подкупить моих ангелов, объяснил он. Затем священнослужитель добавил, что те, кто не пожелает платить, не получат благословения и останутся бедняками. Кстати, в 2017 году в ЮАР проповедник заставил прихожан пить машинное масло, чтобы продемонстрировать силу Господа. Когда мы молимся, яд умирает, поэтому он не может повредить людям, объяснил он. Житель штата Висконсин, США, воссоединился с пропавшей около двух лет назад собакой. Американец по имени Дуайт увидел потерявшегося питомца по кличке Payday в одном из выпусков программы «Возьмите питомца домой». Сотрудники приюта Висконсина показывали животных, которые ищут дом. Мужчина сразу же связался с телеканалом и рассказал, что хочет забрать одну из собак домой. Тогда телеканал переадресовал его запрос приюту. В тот же день мать Дуайта поехала за Payday. Собаку взяли в семью в качестве компаньона для 12-летней дочери Дуайта. Все два года с момента исчезновения Payday девочка переживала потерю лучшего друга и не переставала по нему скучать. Житель австралийского города Сен-Айвс нашел дома старые карточки с покемонами, продал их на аукционе и разбогател. Мужчина, чье имя не разглашается, 20 лет назад купил два набора карточек с покемонами за 30 фунтов. Практически сразу же они отправились в кладовку под лестницей, где пылились десятки лет. Во время переезда мужчина обнаружил наборы карточек, но решил проверить, сколько они стоят сегодня и выяснил, что за них можно выручить сумасшедшие деньги. Аукционный дом оценил оба набора как чрезвычайно редки. Оказалось, что карточки привезли из Америки в 2001 году. Первый набор ушел с молотка за 10 тысяч фунтов стерлингов, а второй за 9 с половиной тысяч. Глава отдела игрушек сказал, что карточки покемон пользуются огромной популярностью среди покупателей и коллекционеров. Их стоимость неуклонно растет уже более пяти лет. Среди основных покупателей состоятельны молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые увлекались игрой покемон в детстве. В этом году цены могут вырасти еще больше из-за празднования 25-летия франшизы покемон. Радио Баба Клава создано под женщину. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы оповещения о новых видео приходили к вам. Оставляйте комментарии, пишите мне приятности, делите свое мнение об услышанном и уведенном. А с вами была Данута Хлусня и Радио Баба Клава. Всего доброго и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!